Дива, чёрт носит! Ты же сваришься. Вот бы хорошо. Что сейчас делает этот твой Шубников? Я не знаю. Я ничего не знаю. Я ведь старалась, ну, для дела. Нам же нужен этот проект, правда? Кому это вам? Хватит париться, сердце испортишь. Обойдётся всё, уедешь отсюда. Кстати, Вадима своего забудешь. Тебе нужен другой человек. Что? Рохля, Болтун. Вокруг столько серьёзных деловых людей. Ведь надо же, выбрала. Ни одного слова больше. Возьми трубку, будешь говорить то, что я скажу. Да? Регина Михайловна, это Шубников. Вы меня слышите? Слышу. А вы не уехали? Опоздал, по вашей милости. В хорошенькую историю мы попали. Николай Аркадьевич, дома? Нет. Деньги я отвезла Дмитруку. И дала ему пощёчину. Браво. А куда вы их отвезли? К нему домой. Домой? За портфельм обращайтесь прямо к Дмитруку. Понятно. Пусть всё останется между нами, хорошо? Что же будет? Всё так страшно. Ложись-ка ты спать. В конце концов, ничего страшного не произошло. А я постараюсь уладить это дело. Добрый вечер. Проходи. Здравствуй. Я хотел... Этот клапан выходящий, а этот клапан выходящий. Так говорил майор Бицуев на занятиях в институте, когда объяснил, что такое противогаз. Это всё шутка. Нет смысла начинать всё сначала. Шубников сказал мне, что я сегодня должен быть с тобой. А где ты его видел? Только что на автобусной станции. Вообще, это, конечно, занятно, когда посторонние люди говорят мне, что я... Сегодня Дмитрук попросил меня передать Шубникову портфель. Там были деньги. Большие. Тысячи. Я удрала, приехала домой... Ты знала про деньги? Конечно, нет. Ты мне не веришь. Нет, я верю, но... Зачем ты взяла за это? Я не хотела. Он стал говорить в интересах дела, то всё... И тебе этого было достаточно? Я не могу... Пока. Спасибо.